Всем здрасте! Кто меня слышит? Если меня кто-то слышит. И Женечка Мальцева, пожалуйста, скинь ссылку на страницу вещания, чтобы я могла видеть вопросы. Так, я на самом деле не знаю, видят или слышат меня зрители. Если да, то, пожалуйста, кто-нибудь из организаторов напишите мне на телефон или в личку ВКонтакте, чтобы я поняла, могу я вообще дальше разговариваться или нет. Так, вот, замечательно, ссылка пришла мне. Все ждем. Так, скажите, пожалуйста, меня видно, слышно? Меня видно, слышно. Ну, сейчас я... Если видно, слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик, и я уже прям сразу перейду без всяких прелюдий к делу. Так. Пока я не знаю, к сожалению. Извините за опоздание, просто я работала, застряла в пробке. Вот, и опоздала. Сейчас мне просто ответят, в эфире я или не в эфире, видно, меня слышно. И если да, то прям сразу начинаю переходить к делу. Точнее, не то, что начинаю, а перехожу. Так, тут пока вижу, что меня как будто бы еще не видно. Так, справа. Алло, все пошло, да? Все замечательно, начинаю. Ура, 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 ура. Давай, 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 все. Так, здравствуйте, дорогие девушки. Еще раз извиняюсь официально за свое опоздание. Москва, сами прекрасно понимаете, стояли пробки. Просто сегодня была нереальная работа, просто обалденная, супер клиент. Закупали гардероб и вот что-то увлеклись. Целые там, не знаю, груды пакетов и новый гардероб. Но не об этом. Для начала, я так понимаю, что уже трансляция идет, меня слышно, видно. Если это действительно так, то поставьте, ударьте по клавиатуре и пришлите мне какой-нибудь знак, смайлик, вот, и так далее, и тому подобное. Сейчас я быстренько посмотрю это. И заодно сразу следующий вопрос. Кто меня знает, кто не знает. Чтобы я понимала вообще, какая аудитория собралась. Те люди, которые имеют представление о том, кто я такая, почему я здесь вещаю или нет. О, ура, началось, замечательно. Все, все шикарно. Да, слышно, видно, замечательно. Значит, пока вы еще не ответили на вопрос, знаете ли вы меня, не знаете, Скажу, что сегодня у нас пойдет речь о коррекции фигуры, о том, как же работать с нашими недостатками и как же грамотно преподносить наши достоинства. Я считаю, что это обязательно нужно знать каждой женщине, каждой девушке. Так что, я думаю, каждый из вас будет интересно. Формат сегодняшнего занятия будет построен таким образом, что я обещаю. Вы по ходу нашего вебинара задаете интересующие вас вопросы. И в конце я на все вопросы по возможности постараюсь ответить. В любом случае, даже если не на все успею ответить, то приму к сведению абсолютно точным, потому что, будьте уверены, меня действительно интересует то, что интересует вас. Вот. Сейчас немножечко знаю, смотрим. О, много людей, которые знают, много людей, которые не знают. Отлично. Для тех, кто не знает, расскажу чуть-чуть, буквально, вкратце о себе. Меня зовут Анастасия Оллс, я стилист. Я работаю в данной сфере с 2006 года. Я работала как моделью, так и визажистом, стилистом на съемках, организатором съемок. Сейчас, помимо того, что мы работаем с обычными людьми, мы также одеваем звезд. Мы, то есть, я и стилисты, мои команды. Мы работаем на съемках передачи «Давай изменимся». Это канал Russian Music Box, это музыкальный канал, который, в принципе, есть на сетке вещаний. Если вы посмотрите, вы можете меня увидеть по телевизору в том числе. Также бьюти-консультант на канале «Ю». И, в принципе, принимаю участие во многих передачах. Но суть вообще абсолютно не в этом. Дело в том, что я считаю, что самое главное преимущество, почему я могу действительно дать вам что-то полезное, это потому, что я сталкиваюсь с проблемами обычных женщин каждый день. И я действительно знаю, что вас тревожит, какие у вас проблемы, какие у вас тараканы, в чем причина вашей неуверенности в себе. И благодаря тому, что я просто каждый день работаю с обычными женщинами, я, соответственно, знаю, как все эти проблемы абсолютно легко решать. Также хочу сказать, что сегодня речь пойдет не только о теме коррекции фигуры, но я также хочу сказать, что сегодня я с удовольствием расскажу о бьюти-интенсиве, мероприятие, которое продлится два дня, буквально на следующие выходные оно будет. Потому что вы прекрасно понимаете, что в течение одного часа я не умещу всю информацию по коррекции фигуры, то есть даже по одной теме. Но мне хочется раскрыть все свои знания и донести их до вас максимально просто, и то, чтобы каждая из вас ушла с результатом. Ушла не просто с большим количеством информации, но с пониманием, как эту информацию применять и внедрять в жизнь. И я просто за столько лет уже работаю, у меня накопился нереальный опыт, то есть действительно очень много информации, прикладных советов, которые я с удовольствием даю. Ну, то есть просто один совет не работает. Работает все в купе, да, то есть когда мы не просто взяли один прием и использовали его в рамках одной женщины, когда мы применили все наши силы, кучу информации, кучу действий, кучу советов, и вот только тогда мы увидим целый результат, да, буквально картинка до-после. Пришла одна женщина, ушла другая, пришла, думала, что она некрасивая, маленькая, с плохой фигурой, ушла, понимает, что она афродита, что она звезда, да, что она с удовольствием смотрит на себя в зеркале, что ей делают комплименты, ну, сами прекрасно понимаете, что это значит. Вот, то есть я сегодня расскажу именно про этот интенсив. То есть две темы, интенсив и, собственно, коррекция фигуры. Скажу сразу, то, что я специально сделала интенсив по цене от 5000 рублей, то есть это как бы деньги, которые может себе позволить любая женщина, вне зависимости от того, в каком регионе она находится, насколько большая у нее или маленькая зарплата. То есть там есть несколько пакетов, но для тех, кто хочет, то есть стартовая цена совсем такая, совсем доступная. Если вы хотите посмотреть интенсив и знать больше, то зарегистрируйтесь там справа, трансляции есть в поле, заполните его, и вся подробная информация придет вам далее. Вот. Я думаю, я, в принципе, про себя рассказала. Я хотела бы сегодня максимум внимания уделить именно контенту, именно коррекции фигуры, так что я, наверное, начну... Смотрите, у нас все будет строиться не просто фигура яблока, фигура песочной часы, фигура треугольник, да, то есть я не считаю, что это будет максимально правильно и полезно. Я просто буду брать конкретную зону, да, к примеру, как скрыть живот, да, и наглядно вам демонстрировать, как же с этим животом бороться, или там полные ноги, как с полными ногами работать, то есть как их уменьшить, или там зону груди, как ее уменьшить или увеличить. Ну, то есть вот такой формат работы. Наверное, пойду сверху, хочется охватить абсолютно все зоны и дать вам как можно больше полезных вещей. Начну с того, что если мы берем в расчет женскую фигуру, сейчас телефон отложу, то у нас есть такой формат эталона, да, то есть к чему мы должны стремиться. Если, я думаю, для вас это не секрет, то что эталом женственной фигуры является песочной часы, то есть соотношение грудь, талия, бедра. Это не пропорции, это не сантиметры, да, 90-60-90, это именно пропорция, то есть когда грудь приближенно равна бедрам и у нас между этим всем узкая талия, это считается максимально женственной фигурой, это эталон. И благодаря всем средствам, которые я вам сегодня расскажу, мы будем к этому стремиться. Точно так же хочу вам сказать, что, милые девушки и дамы, я бы акцентировала весь, ну, смысловую нагрузку на том, что нужно, нам нужно в первую очередь адекватно соотнести наши достоинства и недостатки. То есть мы смотрим объективно на себя, понимаем, что у нас среди достоинств, к примеру, узкая талия, там, красивые руки, красивые щиколотки, но у нас есть бедра, да, женственные округлые, нам нужно их уменьшить. Вот именно таким образом. Вот список достоинств, на которые нам нужно обратить внимание и этим пользоваться. Вот список недостатков, которые мы тоже должны как-то обыграть, чтобы они превратились в достоинства. То есть не то, что вот у меня недостаток и, о, господи, какой кошмар, да, я теперь дальше не могу жить, а именно, то есть грамотно с этим общаться. Недостатки скрываем и превращаем в достоинство, достоинство демонстрируем. И именно акцент на достоинствах – это вот первое, на чём нужно остановиться, потому что это нужно для того, чтобы изменить ваше отношение к себе, да, то есть увидеть то, чем вы можете гордиться. И я вам точно говорю, даже если вы сидите сейчас перед компьютером и говорите о том, что у меня вообще достоинств нет, и вообще я там, к примеру, слишком худая или слишком толстая, или у меня там слишком большая грудь, или слишком маленькая. Ну, то есть, понимаете, диапазон недостатков, так сказать, огромный. Посмотрите ещё раз на себя, посмотрите. Возможно, у вас красивые щиколотки, возможно, колени, возможно, талия, возможно, грудь. У каждого своё. И я более чем уверена, что достоинства у вас не одно, да. Так что обязательно начинаем с этого. Прямо после нашего занятия первым делом пошли и написали себе лист, в первую очередь, достоинства, да, на что мы всё время будем обращать внимание. Потому что, когда в первую очередь смотрим на что-то хорошее, как правило, на этом глаз и останавливается, да. Он дальше уже не идёт смотреть на какие-то моменты, которые у нас не так хороши. Да, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я. Итак, поехали. Итак, я думаю, что мы пойдём сверху, да, и я скажу в общем, как, в принципе, вытянуть силуэт, да, и придать фигуру дополнительную стройность. Тут нам в помощь придут вертикальные линии. То есть вертикальные линии нам нужны не только для того, чтобы стать визуально стройнее, но и для того, чтобы стать визуально выше. К примеру, что это может быть? То есть вертикальные линии не только в плане полоски, да, как, к примеру. Сейчас, секундочку. Как, к примеру, вот рубашка. Да, вот у нас рубашка простая. Вот она подойдёт как женщине с крупулентной достаточно, то есть, так сказать, весомых достоинств, с внушительным размером. То есть она сама по себе абсолютно простая, да, не обращает внимания на вот эту вот монограмму, и она может быть её, может и не быть, но в принципе, да, вот простая рубашка, просто благодаря вертикальной полоске, вне зависимости от того, какого размера и роста, вы визуально станете и стройнее, и выше. Если вы хотите также акцентировать внимание на талии, вы можете либо взять рубашку приталенную изначально, либо взять рубашку прямую и с помощью поясочка или ремешка сделать акцент на талии, да. Но это возможно, когда у нас нет монограммы. Вот с монограммой, наверное, пояс будет не очень хорош, да. Если у нас бы была просто полосатая рубашка, пояс смотрелся вполне себе замечательно. Замечательно. Следующий момент. Вертикальные полосы. Это у нас, к примеру, жилет, да. Жилет я буду сегодня неоднократно использовать в приёмах коррекции фигуры. Вот, допустим, надели мы жилет. То есть дополнительная, дополнительная ещё вертикаль, которая не только поможет нам стать визуально стройнее и выше, да, но и, к примеру, если у нас зыбкая проблемная зона – это бачка, да, и ушки, или там полные бёдра, тут наш жилет, он достаточно длинный, да, и он прикрывает все зыбкие зоны там в области бёдер. Если, как бы, я говорю о какой-то действительно существующей непридуманной проблеме, да, как это часто бывает, а реально существующей. И, к примеру, в таком комплекте, да, если мы берём брюки или, вот, брюки, к примеру, есть красные, есть тёмные, да, в данном случае джинсы мы можем взять и те, и те, на завышенной талии и надеваем их, то благодаря завышенной талии у нас ещё точно так же не просто дополняется комплект, но и так же удлиняются ноги, то есть что тоже немаловажно, потому что слишком длинных ног не бывает так, не бывает слишком много денег, не бывает слишком длинных ног. Вот, так что возьмите такой приём на заметку, и вообще, то есть вертикальные линии удлиняют рост и силуэт, и вытягивают его, то есть делают вас стройнее. Дальше, в плане вертикальных линий, они могут быть не только наверху, да, там, видите, кардиганов, жилетов, кардиганы сейчас покажу, ну и на брюках, то есть смотрите, у нас тут абсолютно прямые брюки, да, точно так же они помогают удлинить силуэт, но на них ещё, если вы увидите, такая вот прошита стрелочка, то есть ещё одна вертикаль, мне ещё больше усугубляет и стройность, и рост, то есть объём по всем фронтам. Точно так же можно, допустим, носить эти брюки без жилетов, да, просто с рубашкой, и тут посмотрите, помимо... Помимо того, что повторяется, ну то есть она и так хорошо сочетается, но ещё монограмма повторяет цвет брюк, что тоже, в принципе, очень хорошо работает. Ну вот это в плане удлинения силуэты, да, удлинения роста и добавления фигуры стройности. Следующий пункт в удлинении силуэта, к примеру, да, можно взять удлинённый кардиган. Вот как в данном случае. Кардиган не обязан, ну, может быть выполнен из разных материалов, да, самое главное, если мы хотим добавить стройности, не допускать какого-то слишком сильного прилегания, да. Пусть он будет свободный, спадающий, да, тут, видите, никаких дополнительных кармашков, никаких застёжечек, он просто вот сам по себе болтается. То есть в таком кардигане я могу представить себе женщину абсолютно любого, девушку любого возраста, начиная там вот совсем юного и маленького, то есть от 15 до 99, абсолютно не шучу, то есть он из шельсти, да, он хорошо лежит на теле, он комфортный, он тёплый, ну, то есть у него есть сплошные плюсы. Плюс, к примеру, если у нас какой-то размер там, ну, кстати, не важно, он будет корректировать абсолютно любую фигуру. Если у нас красивая талия, да, и мы хотим его подчеркнуть, но, к примеру, полные бёдра или ушки на боках, мы надеваем маечку вниз, там, брюки или юбку, скрываем какие-то излишние моменты, да, с помощью кардигана, но при этом хотим подчеркнуть талию, мы просто сверху прихватываем это ремешком или поясом. То есть, получается, недостатки с крыльями, их как будто бы нет, да, но при этом не забыли о наших достоинствах. Замечательно. То есть, смотрите, я вам тут показала сразу несколько моментов, да, коррекции фигуры, вообще, что способен сделать с вами обычный однотонный кардиган. Следующий момент – это жакет, да, точно так же с помощью жакета у нас и выгляняется солоэт. Мы можем как скрыть животик, да, так же и скрыть бёдра, и точно так же скрыть ушки, да, нависающие. С помощью, с помощью, ну, то есть, видите, тут эти дополнительные вертикальные ещё линии на вороте, и он у нас на одной пуговке. Вообще, в принципе, рекомендовала бы вам в данном времени, да, не использовать жакеты больше, чем на двух, ну, максимум трёх пуговицах, да, потому что это моментально, за редким-редким исключением, да, если мы говорим про классические жакеты, то жакеты, там, на четырёх пуговицах, они смотрятся достаточно старомодно. Если вы решили сейчас себе купить какой-то новый жакет, то я бы рекомендовала ограничиться одной, максимум двумя пуговицами. А есть ещё варианты, которых вообще пуговиц нет, да, то есть они вот как бы вот так идут, просто без всего. Я считаю, что тоже прям идеальный вариант. Лично я, допустим, никогда жакет на пуговице почти что не застёгиваю, потому что это позволяет не только дополнительно удлинить филуэт, но точно так же показать, что у вас внутри. К примеру, у вас какой-то красивый топ, или на юбке, или на брюках у вас ремень красивый, да, если у нас застёгнута пуговица, он скрывается, если он у нас расстёгнут, соответственно, это всё видно. Почему бы вы не продемонстрируете? Как ты идёшь? Так. Вот, допустим, тоже замечательное платье. На первый взгляд вообще ничего особенного. Просто такое бежевое платье, без каких-то декоративных элементов, абсолютно простое, и вообще зачем ты нам его насти показываешь? Платье на самом деле абсолютно волшебное и подходит очень большому количеству фигур, да. То есть у него А-образный силуэт, то есть оно у нас идёт вот так, ну как буква А. То есть здесь меньше, здесь больше. Оно подходит как для обладательниц, к примеру, полных бёдер, да, у кого полные бёдра и небольшой объём здесь, так, и для девушек у кого вообще такое астеничное телосложение и нет ярко выраженной талии, бёдер, да, и груди, да. Точно так же, если у вас есть, вы считаете, что там вы поправились или вам некомфортно в собственном весе, вы бы хотели визуально чувствовать себя стройнее, такое платье тоже для вас абсолютно идеальное. В чём его преимущество? Первое. А-образный силуэт, да. Благодаря тому, что юбочка внизу расходится к низу, да, вот, допустим, как у меня здесь, ноги кажутся стройнее, стройнее, особенно если вы вниз наденете плотные чёрные колготки и на ногах у вас либо сапоги замшевые, да, чёрные, без декоративных элементов, либо ботильоны, либо туфли, да. Только обратите внимание, что я сейчас говорю именно про плотные чёрные колготки, да, не про тоненькие, а про плотные. У нас ещё есть целый месяц для того, чтобы их поносить, поэтому, почему нет? Плюс у него ещё две вертикальные тоже полоски. Они могут быть, могут не быть, то есть тут уж как повезёт, но приём замечательный. В том случае, если у нас, допустим, мы хотим сделать талию, мы точно так же с этим прямым платьем можем это легко, легко сделать с помощью пояса, то есть прихватить на талии. В зависимости от того, какая у вас фигура, если у вас есть какие-то проблемы в области талии, есть какой-то животик, вы можете взять и акцентировать талию талию на несколько сантиметров выше, да, что не только покажет талию, но ещё и удлинит на несколько сантиметров ноги, что, в принципе, тоже будет абсолютно замечательно. Так что обратите на это внимание. Также смотрите на длину рукава. То есть она, на мой взгляд, абсолютно идеальная, да, для меня, потому что, допустим, полная, ну, до конца доходит рука. Во-первых, чувствуешь себя немножко дискомфортно, во-вторых, это немножко укорачивает, что ли, руки, да, и вот именно идеальную длину подобрать достаточно сложно. А длина три четверти, она и руки удлиняет, и сохраняет какую-то свободу, да. Также ещё есть очень хорошая длина вот за локоть, то есть если у нас есть какой-то небольшой лишний рельеф вот в области рук, да, но длинные платья носить с длинным рукавом не хочется, то можно попробовать вот такую вот длину. Её можно найти в магазинах, если вдруг вы не нашли, то помните про то, что банально длину всегда можно убрать. Даже это платье, которое вы купили, отнести в это батареи, и это будет стоить совсем недорого. Кстати говоря, по поводу подгодной одежды. Это очень важный момент, потому что вот мы буквально, ну мы сейчас живём в период готовой одежды, да, и культура там шить платье на заказ по собственным меркам, мы уже почти что этого не делаем, мы покупаем готовую одежду. Но готовая одежда не всегда у нас идеальна, банально. Длина рукава пиджака, длина брюк, талия. Допустим, у русских женщин, да, такая вот биологическая особенность, что у нас талия на несколько сантиметров меньше, чем у жительниц Европы и там Северной и Южной Америки. Но просто у нас узкие талии. Соответственно, вся одежда, которая шьётся там, она, сами прекрасно знаете, я думаю, зачастую достаточно свободна в области талии. Что это значит? Это не нужно так вот в таком виде оставлять. Значит, нужно просто пойти в ателье, или самой, если вы умеете это делать, да, по себе подогнать. То есть мы сейчас говорим и про длину, и длина рукава, и талия, и там много-много всяких этих моментов. Длина юбки тоже, что очень-очень важно. У каждой женщины своя идеальная длина юбки. Не уделяйте этому время, и будьте уверены, что простая вещь за небольшие деньги, да, именно путём подгона сможет сесть на вас абсолютно идеально. То есть, допустим, я почти всегда дорабатываю вещи, которые покупаю в магазинах. Ну, бывает, конечно, что сразу садится идеально, но это не всегда. Не думайте то, что пришли в магазин, и всё сразу село. То есть не смотрите на вещь вот так просто. Смотрите, что вы можете сделать в рамках себя. Это не значит, что вещь, которая плохо сидит, нужно перекраивать под себя полностью, да. Это значит именно дорабатывать. То есть, как бы, не подменяйте понятия. Поехали дальше. То есть, я думаю, что я, в принципе... О, ещё один, наверное, последний пункт в плане, как добавить себе стройности. Вот я покажу сейчас платье, которое подойдёт, наверное, любой женщине именно по форме. Это платье с запахом называется, платье-халат, да. Единственное, я бы, наверное, не рекомендовала его тем же девушкам и женщинам, у которых слишком ярко выраженный рельеф, да. То есть, тут море волнуется. Вот вам, наверное, не стоит, да. А если у вас рельефа вот в этой зоне, да, нету лишнего, то можно послушать про него. То есть, в чём его достоинства? Оно как халат, вот так вот запахивается, да. То есть, тут у нас большой V-образный вырез. V-образный вырез у нас и удлиняет сои, и удлиняет шею, и демонстрирует грудь. Ну, короче, вообще идеальный, да. V-образный вырез, запах с акцентом на талии, то есть запахивается на талии, а после, ну, дальше, да, внизу, оно у нас так расходится, немножко, ну, расходится. И оно способно любую фигуру, да, привести именно к вот этому золотому сочетанию. Грудь, талия, бёдра. Грудь, талия, бёдра. То есть, на моменте груди с помощью V-образного выреза оно увеличивается, акцент на талии благодаря конструкции платья и расходится к низу, тем самым может спрятать и чуть плановатые бёдра, и слишком, ну, там, если попа чуть больше, чем нужно, да, и если, наоборот, в зоне попы у нас плоскость, да. Вот такое платье просто творит чудеса. Следующий момент. Следующий момент. Вот из формата идеальных, из формата идеальное платье. Вот оно. Я думаю, кто-то из вас видел меня в нём, да, это вот моя личная, моя находка, моя любовь. Мы, такое платье не только у меня, я его покупала ни одной своей клиентки, просто в разных цветах, потому что оно действительно садится почти на любой тип фигуры. То есть, в данном случае у нас, смотрите, оно акцент, то есть, у него несколько таких вот швов, да, выточек, много-много-много выточек. После окончания выточки оно вот так вот раздваивается и расширяется к низу. То есть, выточки у нас акцентируют внимание именно на талии, и зона талии здесь посажена в талии, и, соответственно, чуть выше. То есть, если у нас зибкая зона ниже живота, чуть-чуть, да, то всё, весь рельеф скрыт с помощью вот такой вот конструкции, расходящейся к низу, да, плюс за счёт этих швов у нас всё хорошо, красиво держится. И благодаря такому простому вырезу мы можем дополнять его абсолютно любыми украшениями. Даже можно и такое вот, как у меня, добавить, и это будет абсолютно ярко, и все остальные элементы в одежде должны у нас быть уже нейтральными. Если мы добавим нейтральные украшения, да, например, там просто золотое или серебряное колье или цепь, то этот будет смотреться очень благородно и элегантно. Мы можем надеть сверху укороченный жакет, кардиган, да. Ну, то есть, в плане коррекции фигуры такое платье тоже идеально, и вообще, в принципе, оно максимально жестственное. Вот такая вот конструкция, видите, да, к примеру? По поводу длины. Длина у каждой женщины своя, да, если у вас потрясающе красивые ноги и колени, то длина выше колена – это абсолютно ваша история, даже если вы считаете, что вы уже там перешли какой-то рубеж возрастной, да, все равно длина чуть выше колена – это вполне себе элегантно, красиво и замечательно, да. А если вы считаете, что у вас, если у вас действительно не самые красивые колени на свете, да, такое бывает, отлично, я сама буду делать длины с таких же, ничего страшного, я с этим абсолютно нормально живется, то, конечно, длина чуть-чуть за колено – это ваше, да. Это совершенно не значит, что вам теперь нужно поставить крест на длине выше колена, просто помните, что вот, наверное, такая длина будет для вас идеальна, то есть за колено, и, допустим, в каких-то ситуациях, когда вам нужно себя чувствовать абсолютно уверенно, да, то лучше выбирать ее, то есть когда там возможно свидание, возможно какой-то вечерний выход, возможно там встреча одноклассников, да, все-таки хочется выглядеть абсолютно, то тогда лучше выбирать именно ту одежду, которая абсолютно комплиментарна для вас, которая для вас идеальна, и вы себя чувствуете уверенно, потому что одежда, как я говорю, она может быть нашим врагом, она может быть нашим союзником. Вопрос о том, кем она будет, да, врагом или союзником, лежит исключительно на нас, то есть мы сами решаем, и вы, зная эту информацию, способны сотворить как чудо, так и катастрофу в рамках собственного шкафа, а дальше и своей собственной жизни. Ну, просто сами прекрасно понимаете, что если вы себя чувствуете некомфортно в своей одежде, да, и вы, к примеру, пошли на какой-то день рождения, на встречу одноклассников, на свидание, вы постоянно будете париться, и именно зная то, что одежда, которая на вас, она не идеально на вас сидит, это будет портить вам впечатление о самом мероприятии. То есть, как бы, сами прекрасно понимаете, лучше, чтобы она была союзником, вы полностью акцентировали внимание на том, то есть там, на беседе, на мероприятии, на дне рождения, на свидании, на общении, а не на том, чтобы постоянно поправляли, одергивали свою юбку, свое платье, думали, что-то у вас вылазит, не вылазит, торчит, не торчит. Ну, то есть, я думаю, каждый из вас попадал в такую ситуацию, да, ничего в этом приятного нет. Я сама, я сама, может быть, лет пять назад попадала в такие ситуации, скажу вам честно, больше, больше не хочу. И сейчас пускаю в свой гардероб исключительно те вещи, в которых я себя чувствую вот так вот, да, то есть, которые придают мне уверенности, а не наоборот. Фух. Так. Сейчас попью чуть-чуть водички и посмотрю на ваши вопросы, на какую зону мне сейчас обратить внимание, потому что, в принципе, информации в голове много и хочется затронуть именно самое-самое важное, потому что времени у нас осталось уже не так много. Так. Так. Люди, скажите, вы вообще есть тут? А так... Секундочку. Так. Так. Будет очень прикольно, если я сейчас вещала, и вообще это все в пустоту. Ладно. А, вот у меня показывает, что у нас есть зритель. Работает. Все, замечательно. Ладно, поехали дальше. Давайте, скажите, напишите мне, какую зону у меня сейчас... Я не вижу комментариев. А, все, везде, замечательно. Девушки, напишите сейчас какую-то зону, которая мне сейчас... Тот вопрос, на который мне акцентировать внимание, потому что оставу понесло, да, и мне сейчас хочется объять необъятное. За следующее... Все, все есть. Очень интересно. Девчонки, напишите, вот с чем конкретно мы сейчас будем работать. Широкие плечи, большая грудь, там, маленькая грудь, талия узкая, животик. Что вам рассказать? Да супер, супер. О, замечательно, замечательно. Все, вижу, активность пошла. Зону, зону мне дайте почву. Бедра, живот. Вот. Какой бренд у пудрово-розового жакета? Вы знаете, манго. Я вообще, я его безумно долго искала. Очень классный. Как исправить отсутствие талии? Вот, давайте сейчас поработаем с талией и с животиком. Сейчас секундочку принесу одну вещь. Ой, все, замечательно, понеслась. Смотрите, значит, первое на нашем... Первое, что нам поможет, как и в скрывании живота, так и в акценте Натальи, это баска. Баска – это, конечно, находка. Я очень рада, что эта вещь сейчас, как в моде... Ну, я рада, что она в моде. Именно то, что она в моде, это помогает найти ее на магазинах. Потому что, если эта конструкция модная, значит, ее дизайнеры представляют активно в коллекциях, как масс-маркета, так и каких-то более дорогих брендов. Вот в данном случае совершенно гениальная вообще, на мой взгляд, вещь. Это у меня топ, это может быть и платье, это может быть и жакет с баской. То есть вы понимаете, да, что это такая, как юбочка, но на платье. В случае, если мы хотим скрыть животик, да, то нам нужно искать те варианты с баской, где баска находится чуть-чуть выше стандартного места. Да, в данном случае, как вот здесь. Благодаря этому у нас не только удлиняются ноги, но еще скрывается животик и появляется талия. И плюс в данном топе, что у нас еще и активно демонстрируется грудь. То есть вообще по всем фронтам въем, красивую грудь показали, талию продемонстрировали, животик скрыли, фигура женственная и вообще прям идеальная. Данную штучку я купила в Заре, она сейчас вот недавно появилась, и еще есть в наличии. Есть и розовый, по-моему, и синий цвет, и еще какой-то. Ну, она представлена в трех оттенках, стоит совершенно меняемые деньги. Так что, если вам понравилось, вдруг рада поделиться местом. Следующий пункт. Сейчас мы будем скрывать живот. Скрываем живот, значит, используем какие-то вещи, которые не приликают, то есть не облегают нас, не подчеркивают ли живота. Да, в данном случае, вот, к примеру, я на этом платье демонстрировала, да. Также можно взять топ, да. Мы не берем топ, который, давайте, прилегает по телу. Он может быть свободный, да, прямой абсолютно. И мы сами решаем, где он остается. С помощью ремешочка просто взяли, прихватили там на 4-5 сантиметров ниже груди, посадили сюда ремешок, ноги удлинились, далее у нас приобрела, ну, то есть показалось. Замечательно. Потом, значит, ну, то есть мы не только акцентируем внимание, мы точно так же и скрываем недостатки. Потом. Вот данное платье тоже. Демонстрируем талию и скрываем животик. Уже выше упомянула, как именно. Ой, вот. Вот замечательная юбка. Завышенный талий, да. Длины чуть-чуть, ну, то есть до серединки колена, тоже подходящее большому количеству женщин. На талии у нас акцент. То, что если есть животик, он скрывается за вот этим вот расширением. Если у нас бедра большеватые, они точно так же будут скрыты за вот этой женской конструкцией. Если бедра маленькие, да, и попы нет, но хотелось быть, то точно так же. Вот эта юбка просто, ну, такая форма имеется. Юбки будут просто идеальны. Длина рассчитывается исключительно по вашим биологическим особенностям. Я говорю, у каждого она своя. Кому-то можно и подлиннее, и покороче, и до колена. У кого-то там идеальная длина за колено, им лучше за длину не выходить. Как найти длину идеальную, да, просто, как, станьте перед зеркалом, да, возьмите юбку, которая, к примеру, ну, длинную юбку возьмите. И начинаете потихонечку поднимать, да. Вот как только увидите, ну, что красиво, 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 потом поднимаете до каких пор. И понимаете, что вот сантиметр назад было лучше, да. Вот, значит, наверное, пора остановиться, и до тех пор, пока красиво, можно поднимать, да, если чувствуем, что уже, наверное, лучшее позади, да, опускаем, значит, обратно. Но это не значит, что если у вас вообще идеальные ноги, нужно носить юбку такой длины, как будто бы, знаете, вы забыли ее надеть, я периодически такое вижу. Так, наверное, делать не надо. И экстра мини оставим для любительниц излишнего внимания, да, и чтобы машины бибикали и говорили, Вай, какой девчонок красивый, пойдем с тобой погуляем ночью в парке. Вот, так, я думаю, вопрос талии я раскрыла, да. Сейчас еще подумаю, что бы сказать. Что бы сказать. Ну, и все, то есть, как бы, давайте так, тезисно. Если у вас рельеф области талии, первое, что вам нужно делать, это убрать облегание. То есть, если у вас действительно, то есть, это по-частному проблема, да, то не выбирайте облегающие вещи, выбирайте вещи силуэтные и каркасные, то есть формы, да, из плотных тканей. Как, к примеру, вот это плотное платье, да, без прилегания, но при этом вычерчивающая форму. Это и жакеты такие же могут быть, да, и платье, и юбки, то есть жесткая достаточно форма. Акцент на талии, то есть, с помощью формы, с помощью цвета, с помощью поясов. Не забывайте о том, что мы сами можем сделать из прямого платья очень женственное форму песочные часы. Вот, так что с этим вопросом, я думаю, уже разобралась. Так, у меня был еще вопрос про комбинезоны. Как я отношусь вообще к комбинезонам? У меня вот тут, к сожалению, его нету, да, не представлено, у меня есть в другом шкафу. Комбинезоны вещь идеальная. К сожалению, они в небольшом количестве представлены у нас в магазинах по каким-то причинам. Но они не только скрывают какие-то рельефы и недостатки, да, но они еще и удлиняют ноги просто космически, да. То есть вообще комбинезоны, если у вас их нет, то обратите на это внимание, почему-то они незаслуженно обделены. Они, ну, тоже разные, да, если мы говорим про штаны-трубы, да, то есть свободные штаны, есть у нас такой шифоновый материал, легкий достаточно, невесомый, тем более скоро лето, весна. И этот вопрос очень актуален, я говорю про лето и весну, когда на улице еще снег не сошел, но у меня уже очень хочется об этом думать. Вот, потом, если у нас тут, то есть все достаточно свободно, да, но есть акцент на талии, она где-то вот здесь, соответственно, нам кажется, что у нас ноги заканчиваются где-то вот здесь. То есть, получается, ноги километр, талия, копочки, и здесь тоже может быть какие-то там, не знаю, если у нас небольшая грудь, да, как в моем случае, могут быть какие-то драпировки, волны, ну, как сказать, наверное, нужно показывать. Давайте не буду вам говорить. Ну, давайте ограничимся тем, что есть. В общем, комбинезоны посмотрите, присмотритесь. Давайте следующую зону. У меня был вопрос про отсутствие пупы. Что делать, если у нас отсутствие пупы? Первым делом вот такого формата юбки и платья. Опять-таки, я про них говорила. Это раз, это два. Вот, раз-два. Юбочки такие. Тютюр-стютюр, супер женственные. Вот юбка, вот платье. Не только для тех, у кого пупы нет, но и для тех, у кого у нас слишком есть, так сказать. Если ее нет, точно так же. Можем взять прямое платье, прихватить на талии, и, соответственно, у нас получается вот такой вот рельеф и такая иллюзия пупы. Плюс, допустим, если мы берем брюки, да, или джинсы, то взять их с карманами, что тоже, в принципе, правильно очень вычистить фигуру. Так, давайте про маленькую грудь, да. Пупу-пупу-пупу. Вот, к примеру, горизонтальная полоска, да. Для обладательниц широких плеч и очень большой груди такой вариант абсолютно недопустим. Но если у вас верхняя часть меньше, чем нижняя, да, если у вас небольшая грудь, не широкие плечи, но вам бы хотелось как-то сверху добавить объема или уравновесить верх с низом, то горизонтальная полоска – это абсолютно ваша история. Следующий момент, допустим, точно так же, если мы хотим добавить объема груди, какие-то дополнительные элементы сверху. То есть это может быть и сверху на платье, на рубашке, то есть это как жабо, как какие-то вырезы типа качели, так и банально просто платок, да, если мы надеваем платок, то у нас тут ничего не было, сразу благодаря ему появился какой-то объем, да. Ну, то есть в плане тут мы не увеличим особенно сильно грудь, мы просто уравновесим объем, особенно, допустим, если у нас снизу объем большой, а сверху очень маленький, то тут помощью платка у нас все уравновесится, и, к примеру, акцент на талии. У нас глаз сразу падает именно на самое тонкое место. Но, как правило, глаз цепляется всегда, если все правильно преподнесено, за самое-самое красивое, и этим обязательно нужно пользоваться. Просто вычлените, помните свое достоинство и бейте туда. Красивые щиколотки, всегда, значит, их открываем, показываем, блючки, открывающие щиколотку, юбочки, платье, ну, то есть всегда-всегда-всегда стремиться показать. Детали есть, замечательно. Красивые линии шеи, декольте, тоже замечательно, но с декольте, умоляю вас, не переборачивайте. Особенно это касается, да, полных, да, и, как правило, если девушка полная, она стремится как можно больше показать, да, демонстрировать надо, но предъявлять это как единственное какое-то, ну, то есть, сделать это таким достоинством, которое невозможно не заметить с 500 метров, наверное, тоже не стоит. Знать меру нужно, потому что можно привлечь какое-то нежелательное внимание, я уверяю вас, что не всегда это уместно, не всегда это тактично, да, использовать какие-то слишком глубокие декольте. Если это какой-то вечер, вечер, вечернее платье и повод предполагает отношение такого глубокого декольте, это да. Если нет, если это работа, если это дресс-код, если у вас офис, ни в коем случае, то есть, это неприемлемое, это привлечет ненужное внимание и, скорее всего, позволит думать от вас не так хорошо, да, то есть, нам такая ситуация не нужна. Вот, сейчас почитаю какой-то следующий вопрос. Давайте немножко про вырезы расскажу вам, буквально, опять-таки, к головам по Европам, если у нас не вырезы, то есть, способность утворить чудо с верхней части, то есть, уменьшить плечи или увеличить плечи, уменьшить или увеличить грудь, уменьшить или увеличить шею. Вот, давайте на примере своего платья. Видите, у меня такой вот вырез, близко посаженный к шее. То есть, у меня шея длинная, мне, в принципе, можно, но если бы у меня была шея не длинная, да, на несколько сантиметров короче, то это моментально бы ее укорачиваем. Ну, в случае, к примеру, если нам нужно спасти какую-то вещь или мы хотим удлинить шею, но у нас вырез ее не удлиняет, мы можем просто использовать аксессуар, который по форме будет делать букву В. Ну, как у меня в данном случае, вы видите, что просто вот так на примере, без украшения шея достаточно обычного формата, а если у нас украшение появляется, моментально шея удлиняется. Ну, то есть, видите, буквально вот прям я на живом примере вам это все продемонстрировал. Ну, по-моему, это очень круто, так что пользуйтесь на здоровье. Ну, вы сами все прекрасно видели. В-образный вырез, естественно, удлиняет шею, уменьшает плечи, но в-образный вырез не отсюда, то есть, вот стандартный. Если мы говорим о том, что мы хотим увеличить плечи, да, и продемонстрировать вот эту линию красивых плечей, то вырез может быть более глубоким, то есть, вот так вот открывать плечи. Как правило, линия груди, шеи, она у нас у всех красивая, так что пользуйтесь. Я думаю, что сейчас весна это как раз такой очень хороший прием. Потом, водолазки, да, я думаю, у многих из вас она есть. Скажу вам честно, что водолазка идет далеко не всем. Водолазка, как правило, больше подходит обладательницей именно длинной шеи. Женщина с короткой шеей, она категорически противопоказана, особенно если у вас широкие плечи, особенно если вы при этом при всем больше, чем 48 размеров, особенно если вы еще небольшого роста. То есть, это моментально делает вас ниже, укорачивает вам шею и добавляет объема в плечах. То есть, про это, пожалуйста, забудьте. Я говорю, водолазка, несмотря на свою простоту, очень и очень сложный предмет одежды. Ну вот, правда, и я почти что в реальной жизни не вижу какого-то правильного, что ли, использования, ношения этого предмета одежды. Давайте еще немножко расскажу про удлинение ног, да, из такой вот боли, да, что я вижу чаще всего. То есть, ошибку, которую я вижу чаще всего. Это обувь, да, особенно ботильоны. Я думаю, уже немало рассказано про то, что если мы хотим максимально удлинить ногу, и мы, к примеру, летом ходим с голыми ногами, нам нужно использовать телесную обувь, да, то есть, которая сливается с ногой и моментально максимально ее удлинить. Если мы носим черные колготки и хотим удлинить ногу, то мы носим черную обувь без всяких препонов. Если мы носим черные ботильоны, то мы всегда должны носить их с черными плотными колготками. Потому что если мы носим с бежевыми, нога у нас моментально режется, укорачивается, а это никому не нужно. Так что, если у вас есть цель удлинить ваши ноги, да, и вы носите, к примеру, юбки, то уделите большое внимание тому, чтобы цвет вашего ноги сливался с цветом вашей ноги. Вот. И также, допустим, если вы хотите, чтобы это еще больше углубить, да, удлинить ноги, то пусть цвет вашей обуви соответствует, к примеру, цвету ваших рук. Это еще больше удлинить ноги, вот серьезный эффект будет прям колоссальный, и вы моментально добавите там 5-7, может быть, 10 сантиметров в длине ваших ног. Я думаю, никто от такого великолепия не откажется. Особенно, если вы наденете брюки и юбку на завышенной талии. Будет вообще прям огненно. Так, на самом деле времени уже, уже времени уже мало. Давайте расскажу вам, то есть вы прекрасно понимаете, то, что полностью вопрос коррекции фигуры я вообще не смогу дать вам в рамках сегодняшнего занятия. И, как я и обещала, я расскажу немножко про Style and Beauty Intensive. И, в принципе, это тоже и сегодняшнее мероприятие, одно, точнее, одно из целей этого мероприятия. Рассказать вам также о Style and Beauty Intensive. Это мероприятие я готовила, точнее, информацию для него собирала не один год, да, то есть за весь период моей работы, можно сказать, я к этому всему готовилась. И очень долго, на протяжении не одного года, девушки, там, мои клиентки, те девушки, которые бы хотели стать моими клиентами на жилую в других городах, они мне просили, Настя, сделай, пожалуйста, что-нибудь в онлайне, тебе есть какой-нибудь курс, обучаешь ли ты. Я говорила, что нет, 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 я работаю лишь только вживую. И вот сейчас, к 2014 году я все-таки созрела, и я делаю Style and Beauty Intensive, это такое мероприятие на два дня, где за два дня вы получаете полный пакет информации, которая только может вам понадобиться для того, чтобы правильно работать с собой, да, то есть всю информацию о себе, как работать с своей фигурой, как работать с цветами, как определить свой цветотип, как комбинировать цвета, как легко сочетать вещи в комплекте, как дополнять вещи аксессуарами, как сделать дневной макияж, как сделать вечерний макияж, как сделать прическу дневную, как сделать прическу вечернюю, как понять, какая прическа для какого повода нужна. То есть все самые часто задаваемые вопросы. И вот то, что я вам сейчас сказала, это только лишь 10% тем, которые я буду охватывать. То есть это будет полный пакет, полная информация, которая только нужна вам для того, чтобы получить конкретный результат до-после. И помимо того, что это все, конечно, замечательно и полезно, но самое важное, что тут есть четкий алгоритм до-после, что за последовательность действий и то, какие действия нужно совершать именно вам. То есть благодаря этому интенсиву вы не только поймете, что делать, но вы поймете, как это делать и в какой последовательности. Так что если вы хотите узнать, какие цвета вам идут, как сочетать цвета, как сочетать оттенки, как делать это интересно для того, чтобы это делать не просто хорошо, а невероятно, чтобы люди постоянно обращали на это внимание. Потому что, говорю, с помощью цвета можно сделать такие чудеса, можно стать стройнее, можно стать моложе, можно стать ярче и интереснее, можно сделать свой образ благородным или ярким, женственным или наоборот более брутальным. И это все только с помощью цвета, одного лишь только цвета. Я уже не говорю про все остальные приемы. Потом вопрос макияжа, да, и все то, что касается нашего лица, ухода за лицом, ухода за собой, ухода за волосами, это тоже отдельный блок, без которого мы, конечно, дальше не уплывем. Потому что, сами знаете, есть у нас безупречный гардероб, да, если мы вот так вот смотрим на девушку, вот так, до лица. Там фигуры, все замечательно, поднимаем глаза вверх и видим, что у нас тут просто Екатерина Пушкарева, да, вот тут вот на голове любимая прическа лук, вот такой вот собранный. Вот тут что-то, брови в одну сторону, глаза какие-то, глаза не тронутые вообще макияжем, а если уж тронутые, то это вообще абсолютно категорически неправильно. Все впечатление портится, это как, не знаю, если не добавить специи в блюдо или наоборот пересолить, да, то есть и так, и так будет плохо. И для того, чтобы это все полностью работало, без этого мы далеко не уйдем. Даже если вы не любите краситься, да, есть техника незаметного макияжа, то есть все равно у нас у всех есть синячки, у нас всем нужно корректировать форму бровей, нам нужно придавать свежести лицу, да, но делать так, чтобы было ощущение, что на лице косметики нет, такие техники тоже есть. Вот, и я все это буду рассказывать на интенсиве. Сочетание цветов, бижутерия, смарт-кэжел, коррекция фигуры, базовый гардероб, список вещей, которые вам нужно купить, интернет-шопинг, ну то есть все-все-все, что может вам понадобиться, я специально долго думала на эту тему, все это будет доставлен на бьюти-интенсиве. Я говорю, цена сознательно небольшая, минимальный пакет 5000 рублей будет стоить. Дальше все вы можете узнать подробнее, заполняйте заявку, отправляйте менеджеру, и там дальше приходит все подробнее. Там есть три пакета, самый простой это просто вы смотрите два дня трансляцию, сложнее это вы смотрите трансляцию, получаете записи, то есть чуть дороже. И третий самый крутой пакет, когда вы получаете не просто трансляцию, но вы еще получаете порцию личного общения от меня и моей команды. То есть это разработка вашего индивидуального стиля, где мы конкретно уже сами вам скажем, какие цвета вам идут, какие формы будут максимально комплементарны для вас, какой для вас минимальный список одежды, что вам нужно купить, какую бижутерию, в каком магазине и так далее и тому подобное. В каком интернет-магазине мы видели что-то конкретное для вас. Такой пакет будет уже стоить дороже, но те, кто возьмут его и пройдут, у вас, конечно, будут самые крутые, максимальные и самые быстрые результаты. Так что не бойтесь, присоединяйтесь, я, честно говоря, с нетерпением жду уже 15-16 числа, потому что я там действительно смогу не в таком скомканном формате выдать чуть-чуть информации, а я смогу уже полностью выдать столько всего, чтобы вы действительно получили крутой результат, чтобы этой информации вам было достаточно для того, чтобы сделать все правильно, а уже зарядка, мотивация и последовательность поможет сделать вам это быстро, максимально правильно и с удовольствием. Потому что, конечно, есть варианты, знаете, самостоятельно искать информацию, собирать это все по крупинкам, по передачам, по книгам, по статьям. Но скажу вам честно, что это займет у вас как минимум, наверное, не один и не два года, да, именно сбор информации. Плюс у вас, вы еще потратите немало денег, немало времени на пробы и ошибки. То есть на покупку ненужных вещей, на покупку ненужных цветов, вещей ненужных цветов, ни тех материалов, ни тех брендов. Ну, и то есть самое главное, что будет потратить на время и деньги. А тут именно вся информация мной собрана таким образом, что вы не потеряете ни времени, да, вы его сэкономите и получите максимальный результат. Так что заполняйте заявки. Увидимся с вами на Style Beauty Intensive. Спасибо вам большое, что дождались. Меня невероятно приятно, что вы меня ждали. Вот, еще раз извиняюсь за свое опоздание. С вами была ваша Анастасия Уиллс. Надеюсь, что вы классно проведете в вашем 8 марта. Вас всех с праздником, дорогие девушки. Я пошла попью водички. Вот, всем чао-ка-као. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok